Здравствуйте, меня зовут Патимат Гаджиева и коротко о новостях к этому часу. ФСБ задержало экстремистов. В Дагестане, в Карачаево, Черкесии ликвидировали экстремистские ячейки. Раздавать маски и перчатки бесплатно. В Госдуме придумали, как заставить людей следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Состоится ли самое ожидаемое спортивное событие года? Что показало результаты взвешивания Хабибуна Магомедова, смотрите через несколько минут. Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность двух ячеек запрещенного в России экстремистского течения от Такфир Вальхиджра. Всего под арест взято более 20 человек. Их задержали в Дагестане и в Карачаево-Черкесии. Такфириты вели активную пропаганду радикальной идеологии, осуществляли вербовку новых людей в экстремистскую секту, а также выступали за создание на территории Северного Кавказа исламского государства, халифат. При обыске изъяли оружие, гранаты, патроны, записи лекций радикальных проповедников, в том числе и псевдорелигиозную литературу экстремистского характера. Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается. В Махачкале вспыхнул пожар на мебельном цехе. Об этом сообщает МЧС по Республике Дагестан. В столице региона по улице Яракского сегодня ночью загорелось здание ангарного типа. Высота постройки 9 метров. На месте возгорания оперативно прибыли пожарники. Жертв и пострадавших нет. Пожар площадью 1000 квадратных метров нейтрализовали в течение часа. Причины возгорания устанавливаются. В Госдуме придумали способ заставить всех носить маски и перчатки. По словам депутата Ярослава Нилова, в этом вопросе важна финансовая сторона. Люди не хотят тратить деньги на средства защиты. Предложение народного избранника заключается в том, чтобы раздавать маски бесплатно при посещении магазинов, кафе, спортзалов и других мест общественного скопления. Также, по его словам, необходимо усилить социальную рекламу. В первую очередь, она должна быть направлена на призыв чаще мыть руки и пользоваться средствами защиты. Медикам продлят выплаты за борьбу с коронавирусом. Правительство России в следующем году продолжит финансировать федеральные доплаты медработникам, но изменит механизм их начисления. Теперь выплатами будут заниматься совместно Минздрав и Минтруда. То есть прерогатива ляжет на плечи федеральных властей, а не региональных. Новая схема, по мнению чиновников, позволит избежать проблем, на которые медики жаловались при начислении прошлых выплат. Их суммы менялись. Кроме того, выплаты не получат ряд сотрудников. Напомним, что доплаты положены докторам, младшему и среднему медперсоналу, водителям скорой помощи и еще некоторым работникам здравоохранения. Средства уже заложены в бюджет следующего года. Проблему с загрязнением водохранилищ обсудили в Минприроды с руководством горных муниципалитетов. Инспекторами ведомства проводились проверки несанкционированных свалок береговой линии Аварского кайсу и других рек, несущих воды водохранилищем. Во время дождей мусор со склонов сносит в русло рек и уносит течением водохранилища. Неоднократно сотрудниками Минприроды проводились субботники, но спустя месяц свалка образуется на том же месте. Эти участки не относятся к зоне ответственности регионального оператора, так как он должен забирать отходы с контейнерных площадок. Муниципалитетам поручено ликвидировать существующие несанкционированные свалки, а для решения этой проблемы создать временные площадки складирования отходов. Мы уже сто раз к вам написали письма, дайте ваши площадки, дайте нам хотя бы решение, что распоряжением района эта площадка определена на вывоз мусора. Чтобы мы этот документ предоставили Москву для того, чтобы его включить как временную площадку, чтобы вопросов не было ни у прокуратуры, ни у других правоохранительных органов. Мероприятие, приуроченное ко дню дагестанской культуры и языков, прошло накануне в школе Ватан. В нем приняли участие министр по национальной политике и делам религии Республики Энрик Муслимов, его заместитель Мурат Шафиев и заместитель муфти Ахмат Кахаев. В рамках праздника для гостей была подготовлена насыщенная программа. Гостям представили театральные постановки, дети читали стихи на национальных языках Дагестана. Образовательный процесс в школе организован так, чтобы совместно с семьей и общественностью заниматься духовно-нравственным воспитанием детей, также привлечением их к работе по возрождению и сохранению духовно-нравственных ценностей. Глава Миннации напомнил, что язык сохраняется до тех пор, пока есть хотя бы один носитель языка. Для этого, по его мнению, нужно изучать свой язык, культуру и традиции. Без языка нет, конечно, сохранения культуры и так далее. Язык сохраняется только тогда, когда остается хотя бы один носитель этого языка. Для того, чтобы он остался, нужно изучать и язык, и культуру. Сегодня в Рио главы Дагестана Сергей Меликов встретился с победителями и призерами чемпионата России по вольной борьбе. Напомним, на завершившемся Нарофейминском чемпионате страны завоеваны 8 из 9 золотых медалей, что является абсолютным рекордом. Также в активе дагестанских спортсменов 5 серебряных медалей и 6 бронзовых – это практически абсолютное доминирование. Меликов поздравил спортсменов с успешным выступлением в соревнованиях, подчеркнув такие качества этих спортсменов, как умение ставить амбициозные задачи и добиваться их. Это очередное свидетельство, что республика Дагестан, спортивная республика, а в виде единоборств являются национальными видами спорта Дагестана. Мы знаем, что победы такого уровня даются нелегко. За спиной каждого из вас упорный труд, года упорного труда, тренировок, физической боли, потерь, изнуряющих тренировок во имя достижения заветной цели той вершины, на которую способны подняться только выдающиеся спортсмены. В свою очередь министр спорта Дагестана поблагодарил руководство республики за оказанную поддержку и внимание. Вам большое спасибо, что вы нас сегодня чествуете на таком высоком уровне. А мы спорт и все спортсмены всегда будем помощниками военной процветания среди Дагестана. Меликов также выразил уверенность, что дагестанские борцы будут и впредь демонстрировать выдающиеся результаты на состязаниях общероссийского и международного уровня. Кроме того, в Рио главы региона пообещал уделять внимание развитию спорта в нашей республике. Обещать хочу одно, что развитие спорта в Дагестане обязательно будет реализовываться. И не только, может быть, по направлению силовых единоборств. Сегодня утром чемпион UFC первым появился на процедуре взвешивания и уложился в лимит легкой весовой категории, показав более 70 килограмм. Бой Нурмагомеда Вазгеджи возглавит турнир UFC 254 в Абу-Даби и станет для дагестанца третьей защитой титула. Помимо Хабиба, свой поединок на турнире проведет еще один наш боец Магомед Анкалаев. Его соперником станет Молдаванин Ион Куцелаба. Основные бои турнира начнутся после 21.00 по московскому времени. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин